Привет, мои дорогие друзья! Если вы любите свой автомобиль, понимаете, как его можно усовершенствовать и при этом не испортить, тогда эта подборка будет вам интересна. Держите сразу 15 автотоваров из Китая. Ссылки на товары находятся в описании к этому видео. А тех, кто досмотрит это видео до конца, ждет конкурс с классным призом, который я разыграю уже в ближайшее воскресенье. Начинаем! Магнитола. Двухдиновая автомобильная магнитола с сенсорным экраном. Она стоит всего 55 долларов, а за 5 долларов сверху к ней вам добавят еще и камеру заднего вида. Русифицированно установлен 7-дюймовый сенсорный экран, FM-приемник, есть функция Bluetooth гарнитуры, умеет проигрывать аудио и видео файлы. А для того, чтобы фильм или мультики не отключались в движении, в настройках надо выключить функцию стояночного тормоза. Есть карт-ридер и USB-порт для музыки и видео. На нее 2500 заказов. Однозначно отличный апгрейд для того, чтобы получить камеру заднего хода, если в ваш автомобиль можно установить двухдиновую автомагнитолу. Система контроля давления в шинах. Это качественный комплект для контроля давления воздуха в шинах. Я встречал на Али более дешевые комплекты, но на них глючат датчики, а на этот набор множество положительных отзывов. Качественные датчики работают от батарейки, идущей в комплекте. Давление показывают очень точно. Автономность работы датчиков превышает 3 года. Дело в том, что они включаются центробежной силой только во время движения автомобиля на скорости выше 15 км в час. Контроллер тоже интересный. Он втыкается в прикуриватель и отображает показания сразу всех четырех датчиков давления. В контроллер встроена система предупреждения о спущенном колесе, и он будет пищать, если случится прокол. А еще у него есть USB-порт, позволяющий заряжать телефоны. То есть этот контроллер еще и зарядка. Комплект продается в жесткой картонной коробке. Подойдет для подарка или себя можно порадовать. Автомобильный стетоскоп. Это диагностический прибор. С его помощью можно понять техническое состояние механизмов и деталей, находящихся в двигателе. На заведенном двигателе невозможно понять, откуда идет посторонний шум и стук. Какая деталь вышла из строя или начинает ломаться и греметь. Стетоскоп прислоняется к различным местам двигателя и позволяет локализовать источник звука и выяснить, в чем проблема. Я много раз видел, как их применяют на сервисах при диагностике. Ионизатор. Удивительно, но это реально маленький ионизатор воздуха. Обычно китайцы в такие устройства вставляют просто диодик и он красиво горит. Но тут действительно установлен маленький высоковольтный разрядник с трансформатором. Ионизатор снижает статическое электричество и пыль, копоть и дым оседают. Тем самым воздух, которым вы дышите, становится чище. Печка. Если за окном минус 30, а печка в вашем авто еле греет, то этот 150-ваттный нагреватель послужит отличным помогатором. Это, конечно, не 2-киловаттный отобитель, но быстро оттаять стекло на холодном автомобиле или согреть руки поможет. Работает от прикуривателя, есть два режима нагрева и обдув холодным воздухом. В максимальном режиме кушает больше 10 А, поэтому при длительных включениях лучше сделать питание от автомобильного аккумулятора. Автомобильный термос-чайник. Отличная кружка для дальних поездок с функцией нагрева и удержания тепла. Работает от прикуривателя, потребляя при нагреве до 6 А. Внутренний объем 350 мл. Она позволяет нагреть воду за 20 минут. Еще есть заварник. Термос удобно размещается в подстаканник автомобиля или вместо пепельницы. Подставка с проводом съемная, поэтому сам термос можно взять с собой. А еще есть экран, на котором отображается текущая температура. Полезный чайник для тех, кто проводит много времени за рулем или часто попадает в пробки на дорогах. Парктроники. Этот комплект парктроников стоит всего 10 долларов. В нем контроллер, 4 датчика и дисплей для отображения информации. Датчики можно сразу выбрать в цвет вашего автомобиля, их не придется красить. На сегодняшний день заказано более 6000 комплектов. Парктроники крайне полезны при парковке и движении задним ходом. Начинают пищать, если есть препятствия. Удлинитель прикуривателя на 3,5 метра. Такой удлинитель позволит запитать различные приборы вне вашего автомобиля. Например, светильник на пикнике или удлинить провод насоса. Втыкается в прикуриватель и у вас будет отличная переноска. Светодиодные лампы. Это самые покупаемые светодиодные лампы головного света. На них 7,5 тысяч заказов. Интенсивность их свечения примерно в 2 раза выше, чем у обычных галогеновых ламп. Свет белый, температурой 6500 кельвин. Корпус лампы – это цельный металлический радиатор с вентилятором для охлаждения. Их устанавливают без переделки на отечественные автомобили и иномарки. Toyota, Peugeot, Citroёны, Vaz, Hyundai, Ford и так далее. При заказе можно выбрать свой цоколь лампы. Есть все самые популярные. H1, H4, H7 и H11. Цена на них совсем не кусается. Стоят около 25 долларов за пару. В отзывах пишут, что интенсивность цвета превосходит ксенон. Но при этом не слепят встречку. Бюджетный видеорегистратор. Это один из самых продаваемых видеорегистраторов на Алиэкспресс. На него 7 тысяч заказов. Он стоит всего 16 долларов. Это около 1000 рублей. При этом у него приемлемое качество дневной и ночной съемки HD формата. Номера вполне читаемы. Приходит в оригинальной упаковке. В комплекте сам регистратор, присоска и кабель питания от прикуривателя. Приятный бонус это то, что у него быстросъемное крепление. И регистратор можно легко снять и забрать с собой. Можно использовать и как основной, и как смотрящий назад, налепив на заднее стекло. Лучшего варианта за 1000 рублей не найти. Врезная зарядка. Отличный и простой зарядный модуль, преобразующий бортовое питание автомобиля в 5 вольт для подзарядки телефона. Это зарядное устройство подходит и для грузовиков. Работает от напряжения с 12 до 32 вольт. На выходе вы получите два порта USB на 1,2 ампера. Легко монтируется и симпотно выглядит на панели. Есть подсветка четырех разных цветов. На выбор. Многие просто заменяют штатное гнездо прикуривателя целиком на этот зарядник. Подключение простое. Тупо плюс и минус к бортовой сети через предохранитель. Усилитель. Очень классный усилитель. По сути это не просто усилитель звука. Это уже какой-то цифровой аудиоплеер. У него есть FM приемник со своей антенной. Эквалайзер. Картридер, читающий USB флешки и SD карточки. Для того, чтобы играть музыку MP3. Работает от 12 вольт и прокачивает пару 20 ваттных колонок. Есть пульт дистанционного управления. Такой усилок будет отлично смотреться в любом автомобиле. Да и дома можно его установить и прокачивать колонки от старого музыкального центра. Ручной сифон. Этот насос позволит прекратить проливать бензин при заправке бензобака из канистры и бочек. Помпой бензин легко прокачивается. У кого есть аквариум, тот наверняка использовал подобные сифоны для замены воды в нем. Стоит чуть больше доллара. Сифоном можно легко перекачивать не только бензин, но и другие жидкости. Зеркало с Android. Я несколько в шоке от того, что китайцы умудрились запихать в это автомобильное зеркало заднего вида. Во-первых, это видеорегистратор, пишущий одновременно с передней и задней камерой. Во-вторых, это камера заднего вида, облегчающая парковку. В-третьих, это навигатор с GPS. А еще, представляете, радар-детектор. У зеркала 5-дюймовый сенсорный экран, как у телефонов. Работает на операционной системе Android версии 4.4.2. Установлен 4-ядерный процессор, 512 МБ оперативки и 8 ГБ встроенной памяти. Есть дополнительный слот для microSD-карт и аккумулятор на 950 мА. Есть Wi-Fi и можно выйти с зеркала в интернет, установить Play Market и качать все оттуда. На форуме FOPDA есть большая тема с подробным описанием и ноу-хау по этому зеркалу. Ссылку на эту тему я оставлю в описании. Люди прутся от его функционала. Если у вас в машине нет Android автомагнитола и вы не стремитесь купить ее за 300 баксов, то это зеркало будет суперской альтернативой. Видеорегистратор с базой камер. Это продвинутая модель качественного видеорегистратора. На самом деле это полностью функциональный клон премиум видеорегистратора StreetStorm 7810G Pro. В сети до сих пор идут споры кто чей клон. Скорее всего их даже производят на одном заводе. Физические регистраторы полностью идентичны и отличаются только названием. Он называется Junsan A790. С родной прошивкой он унылая хрень. Но после покупки на него устанавливается прошивка от StreetStorm. И вы получаете премиум видеорегистратор по цене в два раза дешевле. Покупать его без GPS нет никакого смысла. И вот почему. Регистратор умеет голосом предупреждать о приближении к камерам, фиксирующим нарушение правил дорожного движения. В него загружается самая популярная в РФ база SpeedCam. В данной базе содержится информация обо всех стационарных камерах, фиксирующих превышение скорости. База обновляется самими пользователями, поэтому она всегда актуальна. Это особенно интересно для московского региона, где камеры натыканы каждые 2-3 километра. Так, вернемся к самому регистратору. Картинка у него просто шикарная. YouTube не сможет вам ее передать. Она значительно лучше. Установлен 4-мегапиксельный сенсор и процессор Amborello A7. Пишет он в разрешении Super HD. 2304 на 1296 точек. И 30 кадров в секунду. А для Full HD доступны честные 60 кадров в секунду. В комплекте сам регистратор, присоска с GPS модулем, длинный провод питания и поляризационный светофильтр. Этот фильтр устраняет блики лобового стекла и в целом делает картинку более насыщенной. Регистратор доступен для заказа из России, поэтому доставка займет 3-4 дня для московского региона и около недели для РФ. И да, учтите, для корректной работы ему нужна высокоскоростная флешка с записью до 30 мегабайт в секунду. А это класс U3. Спасибо, что досмотрели это длинное видео до конца. На его подготовку у меня ушло 3 дня, в сумме около 30 часов. Надеюсь, вам понравилось и я старался не зря. А теперь конкурс и призом будет абсолютно любой товар из Китая на 1000 рублей. Чтобы принять участие, вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк на это видео и написать в комментарии, какой бы вы хотели получить подарок. Или какой товар вам больше всего понравился в этом видео. Также рекомендую посмотреть мои прошлые видео про автотовары из Китая. А я прощаюсь. Пока-пока.